Добрый день. С вами программа «Оптимум» и я Андрей Маховский. Сегодня мы поговорим о том, почему МАЗ теряет российский рынок и как обстоят дела в белорусской внешней торговле. С белорусской внешней торговлей все было хорошо, пока в белорусской внешней торговле никто не мешал. А потом появились конкуренты и все стало немножко хуже. Что происходит с белорусским золотым запасом? Есть чем похвастаться, да нечем заплатить. Резервы белорусского Национального банка совсем не такие, какими они кажутся. Чем заманить инвестора? Главное ему объяснить, что не ради своих прибыли инвестор должен работать. И тогда инвесторов будет в стране завалить, как того гуталина. А во второй части программы с экспертом Бюрок Анастасией Лузгиной мы поговорим о том, что происходит с белорусским рублем и готовы ли белорусские власти ужесточать свою политику ради сохранения финансовой стабильности. Здесь я думаю, что главное все-таки, на мой взгляд, будет все-таки нахождение баланса между максимальным ростом АВПП и возможностью удержания цен в рамках прогнозного значения. Пока подписывайтесь на канал Белорусы Рынок и не забывайте, что лайки сами себя не поставят. Но начать я хочу с такой нетрадиционной для нашей программы новости. С военных сводок. В ночь на 18 января украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Ленинградской области. Россия говорит о том, что все дроны были сбиты, и Украина, в свою очередь, заявляет об успешной атаке. Вот такая новость, которая, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к экономической тематике. Тем более к белорусской экономической тематике. Но это только на первый взгляд. Но стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом. Вот это сугубо военное событие на самом деле может иметь для белорусской экономики далеко идущие последствия. Потому что в сложной логистике белорусской внешней торговли порты в Ленинградской области играют совершенно особую роль. Ключевую роль. После того, как порты Балтики закрылись для белорусских грузов, весь 22-й год наши власти посвятили тому, чтобы найти себе новые маршруты. А весь 23-й год пожинали, можно сказать, плоды успешной переориентации этих маршрутов на Россию. И сейчас на российскую логистику так или иначе завязана львиная доля белорусского экспорта. И едва ли не 100% белорусского экспорта в страны дальней дуги. Новая логистика, особенно в условиях санкций, это одна из ключевых сквозных тем, на которые сделал акцент наш президент. Нам нужны действительно новые логистические цепочки. Ну, я не знаю, где там власти собираются искать новые логистические цепочки. Может наладиться поставки через центр Земли, потому что сейчас все их логистические цепочки проходят через Россию. Ну и как бы чисто географически другие маршруты, они не просматриваются. Ну нет этих других маршрутов на карте. За 2023 год через российские порты Беларусь отправила 18 миллионов тонн грузов. Три раза больше, чем в 2022 году. Власти говорят, что сейчас они используют 20 российских портов. Наверняка говорят чистую правду. Но дело в том, что хоть этих портов и 20, а 80% грузов все равно проходят через порты в Ленинградской области. То есть для белорусской внешней торговли порты в Ленинградской области это точка почти что критической уязвимости. Их внезапный выход из строя может подорвать всю хрупкую внешноторговую логистику. Одних только калийных удобрений через эти порты могли перевести до 6 миллионов тонн. И скорее всего через них идет и значительная часть белорусских нефтепродуктов. И вот эта атака украинских дронов, она показала, насколько хрупкой и ненадежной является белорусская логистика в современных нестабильных условиях. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. А сейчас же еще начались военные действия против хуситов. И это еще один вызов для белорусской внешней торговли. Из-за этого цены на морские перевозки уже подскочили в несколько раз. Причем подорожали не только перевозки через Суэцкий канал, там через Красное море. В принципе морские перевозки подорожали. А для Беларуси эти перевозки и так стоили в 2-2,5 раза дороже, чем раньше. Потому что через Россию возить далеко. И вот получается, что весь белорусский экспорт, все эти планы освоить, рынки дальней дуги, увеличить продажи белорусских товаров в страны Африки. Все это покоится на самом деле на таком очень-очень хрупком основании. И ведь все это происходит в то самое время, когда Беларусь постепенно теряет свои позиции и на российском рынке. Буквально в прошлой программе я рассказывал, как белорусские власти придумали вернуть себе знак качества, чтобы сыграть на ностальгии российских покупателей. Кстати, недавно утвержденный знак качества белорусский мало отличается от советского знака качества. Мягко говоря. Ностальгия по СССР стабильно приносила белорусским властям солидные дивиденды. Ну и вот, на днях российский автостат опубликовал данные, которые иллюстрируют, как российский рынок теряет флагман белорусской промышленности. Лидер тяжелого машиностроения. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Вот если посмотреть на статистику пегла, не вдаваясь в детали, то все вроде хорошо. За прошлый год МАЗ продал в Россию 6300 своих грузовиков. На 44% больше, чем в 2022 году. Вполне такая симпатичная себе статистика. Полное соответствие с установкой на глубокое освоение не чужого нам российского рынка. Но это, повторю, если не вдаваться в детали. А дьявол же, он, как известно, он всегда кроется в детали. Поэтому, чтобы понять, что на самом деле происходит, нам надо обратить внимание на некоторые подробности. Вот, во-первых, что бросается в глаза прям сразу. За прошлый год в России было продано почти 144 тысячи новых грузовиков. И это на 70% больше, чем в 2022 году. А продажи МАЗа выросли на 44%. То есть продажи МАЗа росли намного хуже, чем рынок в целом. Соответственно, доля грузовиков масс на российском рынке снизилась до 4,4% с 5,2%. А, например, китайский Ситрак, который занимает второе место на российском рынке после КамАЗа, увеличил продажи своих машин в 6,4 раза. Другая китайская компания Шакман продала в два раза больше грузовиков, чем в 2022 году. А китайский Фатон увеличил продажи вообще в 43 раза. Вот если в 2022 году эта компания продала в России только 145 машин, то в 2023 году она почти догнала МАЗ, продав 6 270 автомобилей. И согласитесь, что на фоне китайских успехов достижения МАЗа уже не очень-то впечатляют. Но потеря доли на рынке – это не беда. Это даже не полбеды. Ну, сократилась доля и сократилась. Грузовиков-то все равно продали больше. Казалось бы, можно радоваться, но не очень получается. И белорусские чиновники, кстати, не радуются. Ну, может, кроме Министерства экономического оптимизма, которому экономический оптимизм положен по штатному расписанию. Потому что белорусские чиновники в курсе некоторых деталей. Дело в том, что основной рост продаж белорусских грузовиков пришелся на первую половину года. Вот пока конкуренты еще не успели опомниться. А чем дальше к концу года, тем меньше у МАЗа получалось продать в России своих машин. При росте продаж за год больше, чем на 40%, в декабре продажи грузовиков МАЗ в России сократились на 5,5%. Если в декабре 2022 года МАЗ продал 566 своих грузовиков, то в декабре 2023 535. То есть сейчас МАЗ теряет не только долю, МАЗ теряет в продажах, в абсолютных цифрах. При этом рынок грузовиков в России, он продолжал расти. И за декабрь прошлого года он вырос почти на 20% в целом. Тот же Ситрак нарастил свои продажи на 10%, а Фотон вообще в 8 раз. То есть получается, что белорусские грузовики на российском рынке чувствовали себя хорошо, пока им никто не мешал, пока у них не было конкуренции. А чем больше конкуренции, тем хуже они себя чувствуют. Потому что против конкурентов, особенно из дружественного Китая, у белорусских грузовиков нет никаких убедительных аргументов. И, кстати, еще одна маленькая, но от этого не менее важная деталь, заключается в причинах, по которым рынок российских грузовиков показал такой бурный рост. Скорее всего, это во многом произошло из-за военных действий в Украине. Потому что для войны нужны не только танки и самолеты, нужны еще грузовики. Соответственно, какая-то часть перероста пришлась, вероятно, на государственный оборонный заказ. Сферу, в которой белорусские власти всегда чувствовали себя как рыба в воде. То есть китайцы теснят белорусских производителей даже там, где политические мотивы, личные связи, умение договориться всегда превалировали над рыночными соображениями. Как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. Но, как видим, суровая экономическая статистика не очень подтверждает этот тезис. Потому что дело же не только в грузовиках. С другими белорусскими товарами тоже проблемы. Белорусский посол в России Дмитрий Крутой жаловался на сложности с продажами бытовой техники, холодильников, стиральных машин, телевизоров. Белорусский вице-премьер Николай Снабков на то, что белорусским тракторам, самосвалам и автобусам трудно выдерживать конкуренцию с китайскими компаниями. Кстати, про автобусы. Те, которые горят на работе. Продажи автобусов МАЗ в России упали за прошлый год на 16%. А ведь МАЗ на них очень рассчитывал. Так рассчитывал, что в прошлом году даже начал строить отдельный завод, чтобы производить еще больше автобусов. Вот если МАЗ обычно их производит полторы тысячи в год, то к 2025 году, когда завод начнет работать, будет производить уже три тысячи. Хотя лучше бы МАЗ, конечно, сначала подумал о том, куда он будет эти автобусы девать. Потому что мне почему-то кажется, что это не очень выигрышная бизнес-стратегия строительства нового производства, когда экспорт сокращается, а отрицательная торговая сальда наоборот растет. За ноябрь прошлого года дефицит торговли товарами и услугами составил 80 миллионов долларов. То есть за счет услуг отрицательная сальда в торговле товарами компенсировать уже не получилось. 80 миллионов в масштабах государства – это, конечно, небольшая сумма. Но дело в том, что белорусская экономика критически зависит от состояния своей внешней торговли. Рынки сбыта и экспорт для нас, действительно, исходя из экономической модели, которая сложилась, действительно являются неоспоримым приоритетом. Даже относительно небольшой торговый дефицит грозит нашей финансовой системе большими неприятностями, если состояние этого дефицита будет устойчивым. Потому что… Ну, пан Атамана нема золотого запасу. Мы пока еще не знаем данные по внешней торговле за декабрь, но мы знаем, что золотовалютные резервы нацбанка в декабре сократились на 128 миллионов долларов. Причем валютные резервы сократились на 200 миллионов. Просто частично их сокращение компенсировалось подорожанием золота. Да, если, опять же, не вдаваться в детали, то резервы нацбанка выглядят прилично. Ну, в том смысле, что бывали у нацбанка резервы похуже. Вот на 1 января они составляли 8 миллиардов и 127 миллионов долларов. Но если посмотреть внимательнее, то мы увидим, что все не так хорошо, как кажется. Потому что 3,5 миллиарда – это золото, а золото – это, в принципе, резерв с такой немного ограниченной ликвидностью. В том смысле, что золото же еще надо продать. А продать золото из белорусских резервов с учетом санкций быстро не получится. Да, еще и продавать это золото, скорее всего, придется со скидкой. Еще 1 миллиард 400 миллионов – это специальные права заимствования МВФ. Ну, это вообще просто условные цифры. Потому что, учитывая санкционные осложнения, их продать, в принципе, невозможно. И на деньги их никто не поменяет. То есть ликвидных резервов, которым можно, ну, там, в срочном порядке залатать какие-нибудь дыры, остается 3,2 миллиарда долларов. И вот это уже довольно критическая цифра. Особенно учитывая, что занять денег нам негде. Даже единственный союзник в последнее время денег не дает. А с другими кредиторами тем более же не договоришься. В том числе потому, что репутация Беларуси как надежного заемщиков в последнее время была несколько подмочена. Вот суд Кемеровской области принял решение арестовать деньги, которые белорусский Минфин направил на погашение своих долгов. Нет-нет, не волнуйтесь, не все деньги белорусского Минфина. Речь идет вообще о ничтожной сумме в 960 тысяч белорусских рублей. Решение принято в пользу частного лица, инвесторов белорусских евробанды Ивана Прокутина. В свое время он немножко опрометчиво, не оценив все геополитические риски, прикупил себе белорусских евробандов. Ну, а я уже говорил, что с 22 года белорусский Минфин перестал оплачивать свои валютные долги валютой. Пообещал платить рублями, но рублями в итоге тоже никому не заплатил. Вместо этого он перечислял рубли на специальный счет в Государственном Беларусьбанке. То есть так, перекладывал деньги из одного государственного кармана в другой государственный карман. И вот таких условно оплаченных долгов у Минфина или у Беларусьбанка, неважно, накопилось больше, чем на миллиард евро. А когда кто-то из инвесторов терял последние остатки совести и неделикатно спрашивал, где мои деньги, Минфин делал честное лицо и говорил, все в порядке, вся причитающаяся вам сумма зачислена на специальный счет Беларусьбанка. Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Вот 960 тысяч рублей, на которые наложил арест суд Кемеровской области, это как раз такие деньги. Это деньги, которые Минфин перечислил в Беларусьбанк, чтобы заплатить долг Ивану Прокудину за белорусские облигации. Но денег он не получил, точно так же, как все остальные покупатели белорусских облигаций. Соответственно, российский суд решил подстраховаться, чтобы гарантировать инвестору, что он все-таки получит свои деньги когда-нибудь. Потому что, ну, как мы видим, у суда есть основания сомневаться, что наш Минфин заплатит по доброй воле. Ну и согласитесь, что эта история, она не очень такая вдохновляющая для других потенциальных инвесторов. Вот когда своих денег нет, а чужие в долг не дают, то другие правительства бывают, как-то стараются заманить к себе иностранного инвестора, чтобы инвестор принес с собой немного своих денег. Льготы предоставляют, обещают гарантии, защита инвестиций. Ну и наши власти, они тоже в этих макроэкономических трендах. Они тоже думают об иностранных инвестициях. Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий. Преференции, льготы, инфраструктуру, ну, естественно, компетенции. Приходи, работай, но не ради наживы. Вот как я понимаю, у нас теперь просто отбоя не будет от этих иностранных инвесторов. Инвесторов будет завалить, как того Гуталина. Ну, потому что какой же иностранный инвестор в здравом уме и твердой памяти не захочет работать не ради личной наживы. Он же буквально всю жизнь об этом мечтал. В этом же практически состоит весь смысл инвестиционной деятельности, если кто вдруг не знал. Чтобы иностранный инвестор пришел в Беларусь со своими деньгами, что-нибудь тут построил нужное, и чтобы его прибыль, которую он заработал, осталась в стране и работала на благо белорусского государства. Потому что сейчас оно так и происходит. Инвесторы из недружественных стран выводить свою прибыль из Беларуси не могут. А чтобы инвестор не передумал и не сбежал, то продавать то, что он построил в Беларуси, он может только заплатив белорусскому государству выкуп в размере 25% от стоимости своих инвестиций. То есть, можно сказать, белорусские власти гарантируют иностранному инвестору буквально абсолютную защиту его иностранных инвестиций. Ничего с его иностранными инвестициями тут плохого не сделается. Белорусские власти знают, куда эти инвестиции надо потратить. И понятно же, что дураков нет. Инвесторы же не глупые люди. Они же прекрасно все понимают. Какой здравомыслящий инвестор не захочет себе такой счастливой жизни? Только переоденется во все чистое и сразу приедет со своими деньгами сюда. А уж тут есть кому его научить, как правильно любить свою белорусскую родину. И у всех сотрудников того же Макдональдса или любой другой иностранной компании, у них должна быть профсоюзная ячейка, приглашать должны на диалоговые площадки членов молодежного парламента, БРСМ и так далее. Должны участвовать в общественно-политической жизни, помогать деткам Донбасса. Серьезно, я даже не могу себе представить инвестора, который не захочет освоить эти передовые выдающиеся бизнес-практики с БРСМ и молодежным парламентом. Ну, а сейчас мы поговорим с экспертом БРОК Анастасией Узгиной. Здравствуйте. Добрый день. Правительство установило на этот год такой новый лимит на размещение облигаций для Банка развития. Это 3,6 миллиарда рублей. То есть, с одной стороны, это меньше, чем окончательная сумма, которая была установлена в прошлом году, потому что было 5 миллиардов. Но, с другой стороны, в начале прошлого года лимит был установлен в 2,6 миллиарда. То есть, его потом уже увеличили до 5. Вот что это такое? Это какой-то способ скрытого кредитования экономики? Ну, надо сказать, что на этот год мы видим Национальный банк Белоруссии. Он начал проводить такую немножко политику, не сказать, что жесткую, но есть элементы на ужесточение. То есть, вот эти вот нормативы по расчетным величинам стандартного риска, то есть, предельные ставки по новым кредитам, которые могут устанавливать банки без штрафных санкций, они сейчас увеличены. То есть, они начали увеличиваться со стороны Национального банка. То есть, вот эти вот пределы с ноября месяца. И это как влияет? Это влияет в целом на кредитный рынок тем, что ставки немножко подрастают. То есть, они не сильно растут, конечно, но такая тенденция есть. Что касается, и как это все связано с тем же нашим банком развития. То есть, с одной стороны, мы видим вот это вот некоторое ужесточение по рыночным кредитам. А с другой стороны, вот правительство там, да, вот Сабмин установил вот эти вот лимиты по выпуску облигаций для банка развития. Причем они выше, чем были изначально год назад. То есть, вот эти вот ресурсы, они часто вот этого банка, они используются на какие-то определенные проекты. Инвестиционные проекты, крупные проекты. Бывает, что поддержка там малого бизнеса, неважно. То есть, разные какие-то такие целевые вещи зачастую, по которым могут устанавливаться, так скажем, нерыночные ставки. То есть, более такие, более низкие, там, по сравнению со средним по рынку. И вот здесь получается такая ситуация, что, с одной стороны, ну, как бы идет вот ограничение, да, вот по кредитам, по стоимости кредитам в целом, да, вот именно по рыночным ставкам. Но, с другой стороны, на мой взгляд, есть, то есть, вот эти вот всякие программы, которые уже кредитуются по определенным установленным ставкам, там, более таким щадящим, да, они сохраняются. То есть, сохраняют свою важность для государства, прежде всего. И поэтому я вот в этом направлении вряд ли будет какое-то сокращение. Да, и поэтому, конечно, здесь вот ресурсы банка развития, которые он там потом передает коммерческим банкам, и они реализуют программы соответствующие под эти ресурсы, они очень важны, да. И, как один из примеров, уже отвлекаясь от банка развития, можно привести те же кредиты потребительские, которые начал выдавать, вот тоже, в принципе, с этого года Беларусьбанк, да. Там для покупки определенных товаров ставка составляет всего лишь 4% годовых. То есть, 4% годовых, это, можно сказать, в реальном выражении, с учетом инфляции, это отрицательная ставка. Вот, это вот как пример того, что вот, а, и эти кредиты, вот по 4%, они выдаются только на товары белорусского производства определенных производителей. Ну, вот мы здесь видим, вот яркий пример. С одной стороны, в целом, возможности повышения ставок по кредитам у банков есть. С другой стороны, есть, как бы, каналы кредитования, которые осуществляются, можно сказать, не по рыночным ставкам, а по более таким льготным. Кстати, по поводу кредита Беларусьбанка. Зачем? Это что, так плохо продаются белорусские товары? Да, я читала, что вот буквально за неделю, там, с начала года, да, было очень подано много заявок. По-моему, 1200, это только за неделю, со стороны, там, ну, те, кто хотел взять, да, этот кредит. И там, действительно, это, можно сказать, очень нельготный кредит, даже с учетом сдерживания цен, с учетом сдерживания инфляции, все равно это ниже инфляционных процессов. И, естественно, он направлен на поддержку работы белорусских определенных компаний. То есть, это мебельщики, да, то есть, которые производят белорусскую мебель. Это тот же, там, холодильники наши, да, Атлант, там, велосипеды, там, и ряд других, там, белорусской бытовой техники, да. То есть, то, что, как бы, белорусского производства, которое должно покупаться, но не всегда хорошо покупается тем же белорусским потребителям. Ну, и с помощью вот таких вот очень дешевых денег, да, пытаются поддержать искусственно, в данном случае, белорусских производителей. Они же не просто дешевые, там же, ну, отрицательные ставки, можно сказать, по кредиту. Надо сказать, что здесь все-таки товары покупаются по полной цене потребителям. Ну, единственное, что, да, деньги, которые предоставляются, они предоставляются по отрицательным ставкам. То есть, в принципе, здесь, естественно, есть поддержка со стороны государства, но таким способом, то есть, через кредитование. То есть, таким способом они, как бы, не напрямую поддерживают, ну, как бы, производителей, потому что, если просто поддержать производителей, я толку от этого, да. То есть, они производят эти товары, а реализации их не будет. Вот, а здесь, в данном случае, они стимулируют уже конечных потребителей, то есть, населения Белоруссии, покупать вот эти вот товары. Естественно, ну, скорее всего, здесь заложено, если мы говорим про этот кредит, здесь, скорее всего, будет идти поддержка со стороны государства, того же Беларусьбанка, потому что, конечно, это не рыночный кредит абсолютно для Беларусьбанка, и он работает в себе в данном случае в убыток. Вот, скорее всего, вот не могу точно говорить, то есть, не владею информацией, но, скорее всего, там идет компенсация вот этой разницы в процентах, по крайней мере, до уровня инфляции, да, там, чтобы он не в убыток себе работал. А вот можно ли сейчас сделать какой-то вывод о том, чего вообще ждать в следующем году? То есть, я имею в виду ужесточение политики, там, или еще большего разогрева экономики дешевыми деньгами. Есть у властей вообще идея, какой эта политика вот на весь следующий год у них, в принципе, должна быть? Ну, мне очень сложно говорить, какие идеи сейчас власти, да, потому что я могу это смотреть только со стороны, на действия, которые предпринимаются, и анализировать их. А вот здесь, конечно, нет сейчас пока точного ответа. Почему? Потому что начало года, и мы пока еще не имеем просто даже, как бы, данных, да, как будет развиваться событие даже вот там в ближайшие несколько месяцев. Ну, исходя вот из тех прогнозов, которые делала, сделала официальных прогнозов, которые были утверждены, эти прогнозы предполагают активный рост валового продукта в Беларуси в этом году на 3,8%, в принципе, как и в прошлом году. С учетом того, как мы уже много раз говорили, да, что 23-й год, это такой год был восстановительный, и поэтому этот рост мог быть обеспечен, то в этом году обеспечить его будет очень сложно, даже при очень стимулирующей экономической политике. Поэтому, на мой взгляд, я думаю, что правительство, конечно, продолжит вот это вот проводить мягкую экономическую в целом политику за счет там мягкой бюджетной политики, за счет вот такого вот, можно сказать, какого-то поддерживающего кредитования. Но в целом, в целом, национальный банк, он это прекрасно понимает, что есть уже перегрев экономики, уже риски, которые реализуются в результате этого перегрева, он будет стараться все-таки какими-то мягкими такими способами немножко ограничить вот этот, как бы, риски перегрева. И мы видели, что вот как раз вот установление рост по максимальным, повышение ставок, да, по максимальным новым, максимальных ставок по новым кредитам, это вот проявление, как бы, ужесточения денежно-кредитной именно политики со стороны Центрального банка. Но реальным, как бы, ужесточением, как делает Центральный банк России, да, например, было бы, конечно, повышение ставки рефинансирования. Если бы ставка рефинансирования повысилась, да, то есть это бы сказалось на всем рынке. А в данном случае это такие вот, ну, определенный уровень повышается, да, ставок, но не по всем кредитам, абсолютно не по всем, да. Поэтому такие вот осторожные шаги в сторону такого ограничения со стороны Центрального банка будут делаться. Но в целом экономическая политика будет оставаться мягкой. Я думаю, что главное все-таки, на мой взгляд, будет все-таки нахождение баланса между максимальным ростом ВПП и возможностью удержания цен в рамках прогнозного значения. Мы видим, что белорусский рубль сейчас опять немножечко укрепляется к доллару. Ну, то есть, что с ним происходит? Это результат, как бы, там, исключительно влияния российских обстоятельств каких-то, или все-таки, ну, и внутренние факторы на него влияют? Что происходит, да, сейчас с белорусским рублем? Надо сказать, что если мы говорим про белорусский рубль в целом, да, то лучше, конечно, как я уже тоже не раз говорила, смотреть на валютную корзину, и если мы, то есть, которую входит, как мы знаем, российский рубль, доллар и китайский юань. Так вот, если посмотреть весь 2023 год, то белорусский рубль снизился, то есть, корзина валют снизилась, да, вот, на 1,09%. Если говорить про курс белорусского рубля к корзине валют с начала этого года, ну, вот, я на вчерашний день смотрела, на 17 января, то это снижение уже составило 1,22%. То есть, да, то есть мы не можем говорить, что, как бы, сейчас в целом ко всем валютам белорусский рубль укрепляется. Да, он укрепляется, ну, грубо говоря, там, к тому же доллару, да, к юаню, но к российскому рублю он снижается. И в целом, если брать ситуацию, корзине валют он снижается тоже. Вот. Поэтому это вот, это вот эти вот процессы надо хорошо понимать. То есть, и лучше смотреть именно когда на валюту с точки зрения ее динамики к набору валют, потому что это будет отражать более, скажем так, реальную ситуацию на внутреннем валютном рынке по отношению ко всем внешним валютным рынкам, основных торговых партнеров. И в данном случае мы видим такую тенденцию, она не сильная, конечно, она такая очень плавная, но все равно это один процент, это немного, но тем не менее. Вот. И, как я уже сказала, если опираться на конкретные валюты, то к доллару и к юаню там с начала года произошло некоторое укрепление, к российскому рублю более чем на 2% снизились. И, на мой взгляд, здесь могут, опять-таки, еще очень мало прошло времени, да, то есть у нас даже месяца нет для того, для анализа. Но в целом, конечно, очень сильно на ситуацию влияет как бы динамика российского рубля, это ясно, да, то есть зависимость от России, она не снижается, она только растет в белорусской экономике, это один фактор. Другой фактор это то, что все-таки в конце прошлого года мы видели ускорение цен, да, и как бы с учетом, а, ну и мы знаем результаты, второй момент, знаем результаты внешней торговли, которая в 23-м году, то есть внешняя торговля для Беларуси была не столь положительной, как в 22-м году. И вот эти вот факторы, они в целом могли тоже оказывать влияние на динамику белорусского рубля уже вот на внутреннем валютном рынке уже в начале 24-го года. Но, повторюсь, в основном, конечно, это влияние российского рубля. Но здесь вот, вот здесь уже опять свяжем воедино то, что мы говорили про внешнюю торговлю и про мягкую экономическую политику. То есть мы уже посмотрели, что в результате вот той мягкой экономической политики на 23-й год мы видели, конечно, рост активной ВВП, как вот по предварительным данным он составил уже 3,9%, то есть даже выше прогнозных показателей. С другой стороны, мы видим значительное ухудшение по внешней торговле. То есть за 11 месяцев прошлого года сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательным в районе 1,8 миллиарда. В то время как в 22-м году за этот же период сальдо было плюс 1 миллиард. Да, то есть практически вот ухудшилась эта сальдо, практически там чуть не дотянуло до 3 миллиардов. Вот, это о чем говорит? Это говорит о том, что, естественно, при мягкой экономической политике, ну, во-первых, там остановительные процессы были, но и при мягкой экономической политике стимулируется тот же импорт, и потребительский импорт, и инвестиционный импорт. И при сохранении вот этих вот всех тенденций, возможно, не такими, конечно, активными тембрами, как в прошлом году, но дальнейшее ухудшение внешней торговли Беларуси, оно уже может приводить к тому, что это будет оказывать давление на валютный рынок Беларуси с учетом все-таки рыночного курса образования. Ну, и это уже будет как бы выражаться в снижении беларусской валюты к остальным иностранным валютам на фоне не только там динамики российского рубля, но на фоне уже внутренних факторов экономических, за счет ухудшения результатов внешней торговли. Но, опять-таки, пока, на мой взгляд, все-таки это в основном оказывается динамика российского рубля. Спасибо большое, Анастасия, что нашли для нас время. Мне очень приятно с вами общаться, спасибо вам. Это абсолютно взаимно. Ну, и на этом наша программа на сегодня закончена. Подписывайтесь на канал Беларусы и рынок, ставьте лайки. Всего доброго и до встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok